Музыка Продолжаем движение 117 серия, участок Мурманск-Магадан Расстояние в этой серии будет пройдено 69 километров Движение в сторону Каннска-Иркутска, то есть на восток После проезда моста отвечу на некоторые комментарии Но будет вставка Съемка велась на две камеры, фронтальную и тыльную И вот с тыльной камеры будет меньше минуты такая вставочка Которую можете посмотреть, не пропустите Качество не очень, потому что заднее стекло было тонированным И поэтому радужные разводы от них избавиться не удалось Ну так, ради интереса Ну вот, Красноярск Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дальше 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 Просторы Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Не наполняться Наверное, по другой дороге я ехал Может быть через город на подъеме Продолжение следует... 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 Режим движения – это круиз-контроль, потому что иногда забываешься и вдавливаешь педали газа, посмотрев на спидометр, видишь, что скорость за 100, сразу сбрасываешь и начинаешь двигаться в режиме максимально экономичном. То есть факторов много, потому что движение на дальние дистанции коренным образом отличается от движения на короткие дистанции. Вот у Высоцкого есть песня, там, по-моему, «Бег на дальнюю дистанцию», и он пишет, «Я на 10 тысяч рванул, как на 500 и спекся». То же самое здесь. Можно ехать там 3-4-5 неделю, например, проходя в сутки тысячу-полторы километров. Ну и что дальше? А дальше придете к тому, что у Вас в сутки будет выходить 400-500 километров. Это раз. Во-вторых, Вы настолько будете не контролировать себя, что это может просто привести к очень серьезным последствиям. Я в день проходил примерно 700 километров. Можете спросить у дальнобойщиков. Они подтвердят, что это расстояние вполне нормальное и совсем неплохое. В движении находился не менее 10 часов, накапливается усталость и много других причин, других факторов, которые влияют на характер движения. И потом Вы не сможете 2 месяца практически, 57 дней двигаться со скоростью 110-130 километров. Вы физически это не сможете сделать. Или до ближайшего столба, или канавы, ну не дай бог. Поэтому скоростной режим, который был выдержан, это учитывался опыт прошлых лет. Ну, наверное, к манере движения я, наверное, еще не раз буду обращаться, буду рассказывать, делиться опытом своими советами, рекомендациями. Ну, это, наверное, уже в других сериях. Ну, а сейчас приступаю к обработке 118 серии. Ну, а Вы смотрите и делайте выводы. Вот такая камера. Да, да. Та. Стеки дома, я. Продолжение следует... 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 Так, связь, мега фулл 75%, мощность сигнала, интернет LTE, что такое, не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Казатель и ценник. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, видно нет? Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok